МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начинается вой, начинается скуление, скуление, вот это вот, начинается, вот это вот все, и запах, и какой ветерок подул, все. Юлия рассказала, у соседки нет унитаза, и она справляет нужду в пакеты, которые потом выбрасывает с балкона. Сама толком ничего не ест, и собак не кормит. Псы, гуляющие с ней, истощены и еле-еле перебирают лапами. На днях жители второго дома по авиационной почувствовали тошнотворный запах. Терпение лопнуло, и они решили заглянуть к соседке в гости. Дома ее не застали, подождали, когда-то вернется с прогулки. Любительница животных, завидев толпу соседей, открыла дверь, показала квартиру и убежала. Я работала в морге, я все же видела. Все, у них сам, что-то живет. Нет, не расходила, не красно, что-то. Я с вами расходила. Говорит, смотри, трупы собак. Вот мы заходим, собака лежит, она еще дышит, но она при этом, вот, буквально 5-10 минут, все, и она померла. Она умерла от голода. Мы заходим, там собаки едят диван, грызут диван. Обращаю внимание, вот, она сейчас закрыта, квартира. Обращаю внимание, там, получается, матрас, на матрасе лежат остатки от кошки. Я извиняюсь, я уже, я такого никогда вживую не видела. Соседи выгнали всех живых собак из квартиры, а их было 15 особей, и заварили входную дверь. А заварили мы дверь тогда, когда мы уже полицию вызвали, полицию так не дождались. И квартира у нас осталась пустой, получается, без животных. И этой тоже тетки самой нету. Нам пришлось просто заварить дверь. Собачий приют, устроенный жительницей авиационной, доставил крайнее неудобство дедушки на инвалидной коляске. Квартира которого находится этажом ниже. В день, когда псов выпустили на волю, он впервые за несколько лет почувствовал свежий, чистый воздух. Вот стояла, и вот Евгения, соседка, она вот, смотрите, все залила белизной. Запах белизны чувствуется. Вот, сейчас мы вот поднимемся, попробуем, задевайся, задевайся поговорить, и вы почувствуете сами этот запах, и поймете, в чем причина. Давайте. Вот она залила, чтобы она не поняла, потому что она уже идет наверх. После дозика, после обеда, я вышел, я не дышал, я ротал воздух. Прелиз такая, я никогда не знаю. Стук, лай, боя, грохот, каждый день. В его квартире от собачьих экскрементов пострадали лоджия, потолок в зале, и желтые пятна были обнаружены на кухне возле окна. Дедушка воевал с соседкой с помощью писем в разные инстанции. ОМВД по городу Артему – администрацию Артемовского городского округа. И результат был не в его пользу. Хождением по инстанциям в рамках своих полномочий занималась и управляющая компания, обслуживающая этот дом. Мы эти обращения рассматривали, ходили на эту квартиру, составляли акт, обследовали. Но в саму квартиру попасть не смогли, потому что хозяйка не открывала. Делали акт с нижней квартиры. Там живет у нас инвалид, Василий Иванович его зовут. Ну, то есть, составляли акт, посылали бумаги в административную комиссию. Насколько я знаю, соцслужба работала и отправляла бумаги в прокуратуру. Ну, в общем, во все органы. Отовсюду пришел отказ, что ничего сделать не могут, потому что, ну, как бы противоправные действия никакие хозяйка не нарушает. И против нее, ну, закон как бы бессилен. И только в феврале 2024 года дело чуть-чуть взвинуло с мертвой точки. Сосед у дедушка, он обратился к ВОНу за помощью, потому что найти, как где юристов, как юристов найти, потому что человек пенсионер, денег нету для этого всего, и он не может сам заниматься, так как он колясочник. Он дал номера телефонов местных адвокатов. Дед культурно отказали ему в этом все. И вот он вызвал прокуратуру, получается, и прокуратура этим всем занимается. В итоге суд обязал Ирину, жительницу четвертого этажа, удалить всех собак в течение трех месяцев и привезти жилое помещение в соответствии с санитарным нормам. А ВОЗ и ныне там. Собак вывели жильцы дома. Трупы мертвых животных находятся в квартире. Жители волнуются. Собак нет, запах остался. Потому что у управляющих компаний никаких законов нет таких, чтобы мы могли в эту квартиру войти, просто найти эти трупы там собак и так далее. Нету ничего в законах. Поэтому мы в этом отношении вообще бесправны. По совету юриста, жителям этого многоквартирного дома стоит обратиться с письменным заявлением в Роспотребнадзор и жилищную инспекцию. Чем больше документов на руках будет, подтверждающих, допустим, нарушение норм санитарных правил, тем лучше. Ну, соответственно, также можно обратиться к независимым экспертам, которые бы подтвердили, допустим, что поведение нерадивого соседа может негативно повлиять на жизнь и здоровье соседей. Соответственно, даже если жилье приватизированное, можно подать исковое заявление, попытаться подать исковое заявление и добиться удовлетворения исковых требований. Пока сюжет готовился к выпуску, эта история продолжилась. В дежурную часть отдела МВД России по городу Артема поступило заявление дочери-жительницы дома, расположенного на улице авиационной, с просьбой привлечь к ответственности соседей, которые заварили входную дверь в квартиру ее матери. По факту самооправства проводятся проверочные мероприятия. Юлия Искуменко, Денис Надельный, Данил Коровченко. Городские новости. Телеканал «Лента». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова